всем привет у микрофона кицу а у вас на экранах сказанием о темном лесе что он огромный валун преграждает пути аневижникова луна тут тоже провал он написанным фонарик тихо кот исчез а мы его хотели поймать и съесть шутка конечно котиков нельзя есть сюджин что за сюджин курица что-ли туман везде ой а у меня фонарик сайте есть давайте сохранимся а сколько у нас сохранения 18 штук целых давайте так последующие так я не знаю как их удалять курица вроде говорит по-человечески это еще одна способность белого пера она позволяет понимать язык животных ответь это перо уже упала с тебя разумеется нет чего очень все же это деревенский диалект означает хозяин так ты еще диалек знаешь интересно курица тоже умела бы говорить на каком-нибудь диалекте ну немного джин кихоток и кибора оружие что она сказала она сказала хозяин мертв повешен повешен что это значит не уверена ты можешь спросить об этом и разве похоже что я говорю по куриному языку но уже одного вида и одного вида с тобой тупица для начала надо смотреть другие места она же но голубь типа да или закрыта выглядит заглядывать через щель в помещение я чуть ли его вижу мебель покрытой пылью паутиной повешен и хозяина и мне вспоминается а там черт атомное сердце где курица там начала мыслить на как этот полерон нейрон и зафигачили играть забирали моих детей ели типа убивали моих сородичей а там вообще курица в шоке было странно указатель с изображением кошки на нем указатель выглядит совсем новым хотя находится в заброшенной деревне брошенная тачка оброшая цветами влажная древесинка влажненькая древесиночка цветочки ой смотри куда могу а а о и у так погоди а зачем мне суда ладно ага и почему-то каменный фонарь покрытым хом туда я не могу хочу с деревом ну нас туда выпустят явно но странно странно почему я вот здесь не могу пройти а если вот так дальше слишком темно лучше вернуться и для начала исследовать это место но я так и понял нас проступ не выпустят нужно суда подойти и наверху чекнуть да это место куда мрачнее чем представляла деревне шиканаки была практически заброшенная год назад все уехали отсюда да кто-то переехал в кровь море кто-то в другие места те кто остались здесь наверное уже умерли а курицы как живут то ты хорошо знаешь историю этой деревне тема моей следующей книги город куромори и странной истории из ближайших деревень сам особо я изучила эти края то есть тонкий нам мёк на то что у неё какие-то странные познания о в прошлом все на как бы тоже из прошлого а курица несколько живут лет пять может быть и года три на доске висят несколько старых объявлений используйте чтобы сообщение о бециденте в поезде номер 135 согласно проведенном расследование за газовой атакой совершенный в поезде 135 на станции куромори чо стоит религиозный культ синритингоку вау в это же время полиция подтвердила что начальник железнодорожной станции шиканаки мацуяма массау 602 лет является членом культа синритингоку и он вероятно причастен газовой атаке когда полицию ворвалась его дом он уже повесился а вот курица сказала что в связи с происшедшими атаками железнодорожный комитет безопасности шиканаки напоминает всем жителям чтобы они как может скорее получили свое руководство по технике безопасности в отношении опасных газов если кто-либо обнаружит подозрительного человека или предмет немедленно сообщить этому сотруднику об этом а 95 год 12 ноября 95 года или декабрь 10 декабря с датами год месяц число вроде когда октябрь и ну да октября я угадал 95 года я помню что произошли другие газовые атаки после случая метро эйден значит скоро море он тоже пострадал объявление закрытие школы и сокращение из-за сокращения числа учащихся начальная школа шиканаки будет официально закрыта в марте следующего года мы верим что каждый житель деревни наслаждалась со своим счастливым моментом в начальной школе шиканаки но из соображений безопасности жителям рекомендуется не приближаться к школьным зданиям декабрь 95 комитет образования шиканаки план возрождения шиканаки реализуйте политику одна деревня один продукт развивайте семимильными шагами туризм шиканаки сорвите чудо шиканаки снова трудно разобрать села ближе к концу ведь объявление висит давно но я могу предположить что его повесили примерно в 82 году судя по тому как выглядит деревня она скорее всего сильно пострадала во время экономического кризиса и план восстановления провалился кихара а ты неплохо разбираешься в экономических вопросах мой отец преподает социоэкономику она из тем его исследования за последние несколько лет экономические пузыри в японии вау это так интересно все вроде так с запущенной бонсай бонсай таки растения их там подстригают как специально по фаншую куст со спелыми ягодками отё давай давай в ротик клади ягодки вкусные ягодки клади в ротик ай не хочет влажная древесинка все запущено бонсай вообще запущенные тоже бонсай ой о колокольчик я просхожу она звенит ашу ягодки со спелыми а чё на их не ест ок давай почитаем вот она бы я с шиканаке куру море чем я из штука я из ярослав станиславович наверно я с этой аббревиатуре японских сельскохозяйственных кооперативов они ответственные за развитие деревни этот вот она бы должна быть голова этой деревне кромешная темнота внутри что это дар и шутинг шутинг дверь шутинги и что мне дальше делать ладно о писька таракань и меж мураши по телу пробежали самолезная ваша потеря так можно ее скушать смотри за засветились фонари вроде бы да я слушаю не могу не могу зачем мне сюда звуки кит странная а это у нас кармане сидит до голова и голубь кошка зачем кошкой здесь окей пойдем вниз курица суда почему-то прибежала так странный голос от зусан юная леди переводится он за сам о ее 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 это вот вот зусан можете ли вы мне помочь я голодаю уже несколько дней и я слаба можете подержать этого ребенка для меня кихара кихара не могу объяснить почему но тебе нужно уходить и скорее убирайся отсюда а мы не можем двигаться помогите 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 подержать моего ребеночка не стой со лбом беги отсюда это кат-сценка была прикольно аж мурашки по моей кожице вроде отрывали что сейчас это было то это легенда который уже давно ходит деревне шиканаки легенда гласит мол люди могут встретить женщину держащую ребенка когда ходит по шиканаке ночью она будет слезно умолять взять ее дитя взяв его женщина исчезнет после чего ребенок станет тяжелее его нельзя будет отпустить вскоре он станет настолько тяжелым что раздавит тебя а что если действительно нужна была помощь эта деревня заброшена уже много лет не не может же женщина одетая в кимоно бродить здесь про себя забыла сейчас не время для шуток тупица хотя все духи и призраки которых мы ранее встречали были дружелюбными и безобидны в этом мире есть крайне опасные создания эти злые существа способны причинить тебе вред поэтому душанули ее душанули походу ты в порядке выглядишь не очень а это потому что тебя сильно трясло когда ты бежала может положить тебя в сумку там больше места я в порядке здесь уютно кроме того ты теплая и хорошо пахнешь кихара тогда я напердю в карман тогда отдохни немного я постараюсь идти медленно а сейчас буду бегать ничего она не скажет нет никаких триггеров набег о будильник телефон там поход какой-то ну арбузы да это понятно опять эта брошенная тачка поросла цветами это чё светилище воды изобилия блять деревянный мор шатается на противоположной стороне находится заброшенная деревня и бескрайный темный лес вот жуть это мне понагнали тут блин у меня тоже темно за окном пол второго ночи как бы уже вот вам и пиксельные игрушки страшненькие страшное пугало атмосфера конечно не спелый арбуз круглый арбуз он выделяется на фоне остальных верстак а ой швабра покрытая пылью а смотри я суда суда ну и такой я суда зашла хотел сказать зашел все уже я в девочку перевоплотился обвешала школьное здание через окно видно что внутри разбросаны столы и стулья кто-то там бушуал да начальная школа шаканаки здание школы может быть обвалится в любой момент поскольку оно не обслуживалось в течение многих лет пожалуйста не входите без разрешения кстати в японии тоже ого влажновато а это флагшток да распускается гроздь ярких красных лилий давайте сюда сначала телефон похоже работает это телефон подходит для нинши да но надо подождать пока он действительно понадобится двери не открываются о стол какой-то весь стол в царапинах и оскорблениях кто-то написал расписание карандашом на столе почерк напоминает детский это наверное школьная парта ох почему она здесь это какой-то розыгрыш это тут все вокруг розыгрыш погоди а что это такое у нас вот это вот дергается между ног это из кармана нашей это голубь свирестит там Такого рода вещи очень распространены в школе Там всегда есть один или два ученика, которых избегают другие Это отвратительно, а как они могут так относиться к своим одноклассникам? Их считают изгоями лишь потому, что они не похожи на остальных Люди боятся неизвестного Ну, Кихара, ты крутая, а значит наверняка популярная в школе Как раз таки нет Я так думаю В начальной школе мои одноклассники считали меня чудачкой Потому что я могла видеть Юкаев Однако это в прошлом Нынешние одноклассники прекрасные люди Это хорошо Ну, это все понятно А ключ-то где? Сохранимся, но его нафиг Угнали вниз Ага, опять какая-то кошка нарисована Котеечка Так, от сынка Ух ты Черепунька Оленья Глава первая Сказание об оленьем черепе Три главы будет Выглядит как череп оленья Насколько большой тут олень? Действительно Вы что делаете? Бэмби Бэмби Пятнистая лень? Держитесь подальше от Эйко-сама Эйко-сама? Это его череп? Не произнеси имя Эйко-сама вслух Ты же сам произносишь его Ты что такое? Заяц? Я голубь Извините, мы не хотели тебя обидеть Мы просто заблудились В таком случае вы можете вернуться обратно Можешь сказать нам, как добраться до Курамори? Курамори Зачем вам туда? Мы направляемся в... Это не твое дело Не говори с этим тупым оленьем, Кихара Этот мост единственный способ добраться до Курамори Вы не можете его перейти Если вам больше нечего здесь делать Не подходите к этой Кейко-сама Дерево почти засохло Угу Значит, сейчас тут будет бой с оленем у нас Или что? Вот разрабы как бы есть, да? Проход-то, но его и нету Подряд говорить Засохшее дерево Прости, нам действительно нужно попасть в Курамори Уверен, что нет ни одной дороги Молчит Я вам не скажу Кейко-сама оказался в таком положении из-за людей Извини, мы только пришли из деревни И не знали, что здесь произошло Подожди, как ты понимаешь, что я говорю? На тебя только сейчас дошло? Псссс Важно объяснить Ты необычный человек Разумеется, нет Кихара может выглядеть глуповатой Но на самом деле она умная и нежная девушка Ее способности тебя удивят Ты упоминал, это дерево умирает Это как-то связано с Эйко-сама? Да Это дерево носит имя Томасаки И оно растет лишь тогда, когда поливается водой слепого дождя Эйко-сама управляет погодой и всеми четырьмя временами года в этих краях И только он мог получить драгоценную воду слепого дождя Однако Эйко-сама заснул И дерево не поливалось уже долгое время Заснул? Сила божества исходит из веры людей Если божество теряет веру, то оно засыпает, поскольку потеряло свои божественные силы Эйко-сама самоотверженно защищала эту землю на протяжении веков Но вместо того, чтобы поблагодарить Эйко-сама за его доброту Жители деревни предпочтили верить в новое божество Новое божество? Есть ли тут связь с Инритинго-ку? У меня есть просьба? Какая? Если я принесу в воду слепого дождя И это дерево снова зацветет Ты покажешь нам другой способ добраться до Курамори? Вода слепого дождя крайне ценна Где ты не найдешь-то? Ты помнишь, когда здесь в последний раз шел слепой дождь? Я забыл Точно Всякий раз, когда проходила Элися свадьба Шел слепой дождь Элися свадьба? Эйко-сама в хороших отношениях с Лисим Кланом Тамасаки Который живет в этих краях Это дерево было подарком у клана Тамасаки Каждый раз, когда Лисы из клана Тамасаки Устраивали свадьбу Эйко-сама с наступлением темноты Приносил с собой слепой дождь Чтобы вызвать свою признательность Если мне не изменяет память Здесь была Лисия свадьба пару лет назад Но я не помню когда Подождите, почему вы спрашиваете? Тяжело объяснить, но если ты скажешь точнее Точное время, я смогу получить воду у слепого дождя Я не могу вспомнить Возможно, вам стоит навидаться в здании деревенской школы И поискать зацепки Лисия свадьба ходила рядом со школой Поняла Вы правда принесете ее? Если ты сможешь показать нам другой путь в город Тогда я обещаю принесу воду Перед тем, как Айк сама заснул Он больше всего беспокоился об этом дереве Хорошо, если вы сможете принести воду С любого дождя Я проведу вас в город Курамори По рукам Как ты маленький застранец Это не похоже на злого человека Ага Так, лучше пока к нему не подходить Все, дальше нас не пускают Возвращаемся назад Вообще, как яйцо какое-то, да? А не гири Кихара, ты же слышала про эту легенду, да? Люди, увидевшие Лисию свадьбы, сойдут с ума Да, я слышала И ты все равно хочешь это сделать? У нас нет выбора Да и подобная легенда существует лишь для того, чтобы дети пораньше домой возвращались Эй, трудолюбивые писатели Потюб меня разочаруются, услышишь такое мнение Извини уж, когда-нибудь я куплю одну из твоих книг, если увижу в магазине Воспринимай это как поддержку твоих креативных работ Правда? Тогда я прощу тебя О, кстати Не хочешь получить мой автограф, когда будешь покупать книгу? Да, я буду просто счастлива, если Киритания подпишет мою книгу Типа отмазались мы Иногда я удивляюсь, почему она ведет себя как ребенок Че она там пишет-то вообще? История же сказала всякие Да, я это понял, нужно подходить к телефону Типа слаботочка, на что ты пялишься Пугало тут с нами Эта пугало что-то сказала Ой-ой, ты мне кажется знакомая, Камусуме Маленькая девочка Я прекрасно вижу, что Камусуме потерялась Ты ищешь кого-то или что-то? Может, ответы? Я слышала, что здесь были листья свадьба, когда именно? Ты обратилась в правильное место Я стою здесь не одно десятилетие и знаю все, что происходило вокруг Но если хочешь услышать мой ответ на свой вопрос, ты должна дать свой на мой Ладно Вопрос первый Какой фрукт? Зеленый снаружи и красный внутри Зеленый снаружи Красный внутри Арбуз, конечно же Правильно Вопрос второй Какой фрукт? Черный Когда семечка И зеленые Когда полностью спелые Черный Когда семечка И зеленый Когда Полностью спелые В смысле? Что-то тут напутано Черный Когда семечка И зеленый Когда полностью спелые Арбуз, наверное Он тут Арбуз охраняет У нее все За арбуз Это верно Ответ Все-таки сочный И вкусный Арбуз Я вообще не понял Загадку Но Не сложно догадаться Кстати говоря, мне ужасно захотелось арбуза. Камусуме, не затруднит ли тебя принести мне его? А разве ты не должен хранять арбузы? Да в этом нет смысла. Владелец грядок-то умер давным-давно. Владелец грядок-то умер. Ну, в запятую забыли поставить. Итак, принесешь мне арбуз, и я отвечу на твой вопрос. Только чтобы принесла спелый. Поняла. Да я уже понял, какой спелый. Вот этот вот. Это должно быть спелым. Но теоретически эта деревня необитаема. Значит, никто не может ухаживать за грядкой. Так почему же арбуз такой большой? Кихара, этому пугало не стоит верить. Что если там спрятана ловушка? Это пугало чуток странное, но мне стало интересно. Может там действительно что-то есть? Чего там, змея? Что такое? Из почвы под арбузом показывается груда человеческих костей. Ептвы на... Сюрприз. Разве это не сюрприз? Это человеческие кости. Ха-ха-ха-ха-ха. Выглядит словно погребенный здесь пару лет. Так вот почему арбуз вырос таким большим. Должно быть, он поглотил питательные вещества человека. И люди не могут быть удобрениями. Чё? Хе-хе-хе. Что? Погоди, погоди. Это человеческие кости, да? Это человеческие кости. Так почему ты так спокойно? Ах, это же мой тщательно спланированный розыгрыш. Эй, у тебя что, не так с башкой? Кому суме? Нормальные люди бы испугались и обмочились. Жаль тебя разочаровывать. С самого рождения я вижу призраков и вещи, которые куда страшнее твоего розыгрыша. Ах, это совсем не смешно. Ты такая скучная. Но раз ты стоишь здесь долгое время, тебе, наверное, известно, откуда они взялись. Я не в настроении говорить об этом. Если ты хочешь пугать людей, я могу помочь. Помочь как? Я могла бы найти парочку прохожих для тебя, разумеется. Я скажу им. Здесь есть очень одинокая пугала, она любит привлекать внимание людей разыгрышами. Пожалуйста, поговорите с ним. Эй, погоди. Слушай, ты же на самом деле не собираешься этого делать, правда? Просто напиши об этом на нем. Пускай каждый, что проходит мимо, увидит эту надпись. Ах, какая злая мелкая штука, похоже на яйцо. Кихара, напиши об этом прямо на его лице. Нет, молю, не надо. Умоляю, не надо. Спроси, о чем угодно, я отвечу, отвечу. Ладно. Вот вопрос. Так, мы сохраняемся на четвертом. И чего же ты хочешь узнать? Давайте сначала про Костя спросим. Костя, Костя, дай-ка подумать. Имя вспомнить не могу, но это определенно был начальник станции. Начальник станции это Мацуяма Масао, который повесился? Ну да, Мацуяма, но он не повешался. Не вешался. Это в этот магазин напротив его дом. Кажется, это произошло около трех лет назад. Несколько жителей деревни ворвались в дом Мацуямы и, похоже, произошла ссора. Не помню, в чем была причина, но я уверен, что Мацуяма не убивал себя. Скорее, он был повешен этими людьми. Почему жители повесили его? Наверняка из-за религиозных причин. Ну да, я смутно припоминаю, как те люди кричали что-то вроде «Ублюдок, почему ты передал нас?» «Предал?» После смерти Мацуяма и жители запретили его жене хранить останки на городском кладбище. Потом он был поспешно погребен на этих арбузных грядках. Прошло совсем немного времени, и жена Мацуяма утопилась в реке. Что за несчастная семья? Кобздец! Про лисю свадьбу давайте. Лися свадьба? Ммм, я прекрасно помню ее. В тот день было так оживленно, и отовсюду приходили якаи. Просто скажи мне, какой был год? Ну, год не помню, но я уверен, была ранняя весна. Точняк, помню, год был тот же, что и год закрытия школы неподалеку отсюда. Что-то там лисы что-то делали. Из-за того, что школа в тот день была закрыта, в этом месте никого не было. Поэтому свадьба получилась размашистая. Помню, там были... Думаю, я поняла. Эй, ты точно не хочешь услышать о том грандиозном событии? Я сама скоро его увижу. Че? Все. Блин, ну да. Жена утопилась. То же самое нам тут пишется. Светилище воды изобилия. Светилище воды изобилия. Слушай, а там, наверное, нужно будет воду, да? Зафигач. Так. В каком году? Там где-то вывески мы читали. В каком году была закрыта школа. Ты помнишь год, когда закрылась школа? Если ошибешься, нынче не сработает. Я помню. Подожди, я забыла. Я помню на доске объявление. На другом конце деревни есть упоминание даты закрытия школы. Но я не знаю, бродит ли там этот дух с ребенком на руках. Нужно действовать аккуратно. Да. Я тоже помню, что там... На доске... А что, давайте попробуем. И чё? Возьмем ребенка. Ой, у меня мышка подсветилась. Подсказка. Зажмите shift, чтобы бежать. Ищите зацепки, прежде чем действовать. Запоминайте карту. В смысле? Нажмите Z, чтобы вернуться в главное меню. И на этой мрачной ноте я закончу. Первой серии. Игрушка прикольная. Мне понравилась. Думаю, будем проходить. А как вам? Зашла? Нет. Оставляйте комментарии под видео. Спасибо за просмотр микрофона. Был Кецун Эко. Ещё услышимся, ребятушки. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok